Как вас зовут? Марьяна. А фамилия? Костя. А откуда вы? Бурсука. Бурсук Ларевского района. И что с вами случилось? Муж. Муж бил? Бил. А за что? Пьяный был? Пьяный был. Пьяный. А он часто у вас пьет? Не часто. Не часто? Ну, в общем, хороший человек. Хороший, когда пьет. А вы знаете, что женщина с мужчиной, когда живут, не обязательно ему говорить плохие слова. Можно только думать, и он все чувствует. Может, вы думали плохо про него? Думали? Думали. Вот не надо думать. Вы вот сейчас, как сидите, попросите у него прощения мысленно. И пошлите ему пушинку счастья, чтобы он вас простил. Прощение. Все. Смотрите, в Святом Писании написано. Господи, прости мне грехи мои. Я прощаю, как я прощаю других. Понимаете? Он не виноват абсолютно. Он, если пьет, он больной. Его надо на лечение послать. Да. Правда? Вы должны его просить. Скажите вслух, я тебя прощаю. Как его зовут? Как зовут его? Дима. Скажи, Димочка, я тебя люблю и прощаю. Прости меня, что я думала про тебя плохо. Просто скажите, и это не можете. Как объяснить мне? Понимаете, как? Каждая наша мысль, это как семена в почву. Они дают плоды. Они вырастают. Когда-то вы подумали плохо, потом еще подумали плохо. Потом оно выразилось в этом. Если вы его не простите, Бог вам не простит. Как сказать? Понимаете, вы... Он не просто он, а он часть вас. И когда вот ранят один палец, остальные пальцы тоже болят. Я знаю, так. Вы просто скажите. Ваше дело, я не прощаю. Я не прощаю. Ну, он же был пьяный. Двое детей. Двое детей. Он же был пьяный. Он же в норм... Или что? А если он не пьяный, он же не делает так. Нет. Правда? Да. Ну, так он просто... Он был больной. Это просто болезнь. Его надо отправить на лечение. И он после этого будет дорогой. И никогда больше не делает. Без мужчины же тяжело. Детям тяжело без папы будет. А он сам пил или с кем-то? С кем-то. Видите? Тем более, если он пил с кем-то. Вообще, смотрите. Как вас зовут? Как вы сказали, вас зовут? Где? Вас. Марьяна. Марьяна. Марьяна, мы должны думать так, что все, что есть у нас вокруг, все люди, это наши учителя. Что-то вы должны научиться. Знаете, как? Что-то я не могу понять. Но что-то вы из этого должны понять. Понимаете? Опыт получить. И простить его. Вот просто сидите и простите его. Никак-то. Да. Тяжелый вариант. Правда? А дети большие? Ну, хорошо, Марьяна. В общем, помолитесь, чтобы Бог вам дал прощение его. И тогда у вас жизнь изменится, и вы будете с нормальным человеком жить. Поняли меня? Когда Бог смотрел на вас, Бог смотрел на меня. Да. Вы что-то через это должны понять. Это не обязательно, что вот... Если вы его простите, он... Вот у меня был случай такой. Это у... Как я... Больной. Больной, да. Нет, послушай. Вот был такой случай. Синсалит? Был такой случай. Жена и муж. Шизофреник. Нет, мы ждали. Слышишь, был такой случай. Жена и муж. И муж сильно бил женщину, когда она молилась. И сказал, чтобы я не видел, что ты зажигала лампадку, чтобы эти молитвы ты не читала. Она пошла в церковь, исповедовалась. А батюшка говорит, а ты, когда он тебя бьет, ты бьешь его? Она говорит, конечно бью, он же меня убьет. Если я его не буду бить. А он говорит, не имеешь права бить. Ты должна терпеть и молиться за него. И даю тебе канон, 10 дней, 10 поклонов. А она пошла домой, начала молиться, зажигала лампадку. Он приходит, эй, ты дура. Что? И раз ее ногой, знаешь, ударил. А она говорит, прости меня, Димочка. Я тебя люблю, я молюсь за тебя. Чтоб Господь тебе просветил мозги. И он перестал ее бить, понимаешь? Вот ты попробуй за него помолиться. Вот ты вообще молишься? Ну вот помоли за себя, за детей, за него. И скажи, Господи, вытащи из него дьявола. Это же не он бьет. Он тоже страдает, чтобы в него зашел дьявол. Была одна женщина, колдовство делала. На этой раке, на этой вином. Ставила туда и говорила, кто будет пить, чтобы он сошел с ума, чтобы он приходил еще пить, еще пить. Понимаешь? А жена начала молиться, и он выздоровел. И еще, знаешь, как было? Еще женщины, когда посылали мужчину на работу, вышивали ему рубашку. И на каждый вот этот вот крючок, они говорили, Господи, спаси Диму, вытащи из него дьявола, защити его от дьявола. Он не виноват. Не знаю. Ну попробуй так помолиться за ним. Я не знаю, кто им виноват. Так вот, никто не виноват. Ваши мысли виноваты. Сором.